Всем привет, вы на канале Лиз Сони Фокс и сегодня я вам хочу рассказать про две породы собак, которые мне нравятся. Это порода Акито-Ину. Эта порода появилась в провинции Акито на японском острове Ханчо. Акито-Ина является крупнейшей японской собакой из шпицеобразных. Эта порода использовалась для охоты, в основном на крупных дверей, таких как кабан, олень и медведь. Раньше Акито на охоте называли мотыги-кэн. Слово мотыги на древнеяпонском языке переводится как охотник на крупного зверя. Также перевод будет правильным медвежатним. Слово кэн означает собака. Рост таких собак 67 см плюс минус 3 см. Вес от 40 до 50 кг. Шерсть грубая и прямая. Цвет шерсти рыжепалевый, сезамовый, тигровый и белый. Помет может быть от 7 до 8 шнуков. Живет от 10 до 14 лет. Интересный факт. В 1932 году на всю Японию прославилась собака по кличке Хатика. Хатика каждый день встречал своего хозяина, возвращавшегося после работы на электричке. Однажды хозяин умер на работе, но пес несколько часов ожидал хозяина на вокзале. В течение 9 лет после смерти хозяина Хатика в одно и то же время приходил на станцию и ждал его возвращения с работы. После его смерти поставили памятник. Статуя Хатика у станции Сибуя является местом встречи влюбленных. А сам образ пса в Японии стал примером беззаветной любви и верности. А это тот самый памятник. А это еще в тегдовке собаки Хатика. Ты пишешь что-то и стираешь, боишься и не отправляешь. Но каждый раз, когда встречаешь, меня ты скромность удаляешь. Так почему ты не ответишь и сообщений не заметишь? Я предлагаю тебе сердце. Ты со мной или нет? Я не страдаю по тебе Все окей Снова спрашиваешь, как мой день Все окей Я не страдаю по тебе Все окей Я у друзей все окей Любил тебя все окей Лайкал фотки окей Ведь ты так красиво окей Теперь просто поверь Выбрал из сотни дверей Одну и не постучусь Замешал, как петь наших чувств Я разбиться берусь Лего наизусть Легко все вернуть Нащупать путь Глаза, как твои Искал мне найти Да Это собаки породы Вельшкорги Вельшкорги породы постучих собак Происходящие из Уэльса К уэльским корге относятся Вельшкорги кардиган Который вы сейчас видите на фото Порода появившаяся на изолированной территории Кардиганшира Согласно наиболее популярной версии Предки Вельшкорги кардиганов Были заведены кельтами При освоении территории британских островов В конце бронзового века Первое упоминание породы В письменных источниках Датируется 10 веком Вельшкорги кардиган Рост примерно 30 сантиметров Шерсть жесткая С развитым подшерстком Цвет шерсти любой С белыми оттенками или без Отметенным Живет примерно 12-15 лет На закате дня я ухожу Оставив сердце тебя Я напоследок попрошу Ты не ищи больше меня Я ухожу, но на любовь будешь жить вечно И ты храни мою любовь в своем сердце Да ты прости, что я так убегаю Я себя до сих пор так и не знаю Демоны в голове крутят педали Я позади них и не догоняю Столько слов, столько действия Я пожелал бы счастья нам Но ты знаешь, я снова пьян И куда несет, не знаю Клин, клином вышибают Дурдер лучший враг Мой финал закат Вельшкорги пембрак Порода выведена в пембракшере Предположительно из собак фаманского происхождения И ведущая свою историю С тринадцатого века Последний день лета Разбитые корабли заброшены Берег, который любили мы На часах осень По щекам слезы Ты меня не спросишь Но мне не надо слов Последний день лета Разбитые корабли заброшены Берег, который любили мы На часах осень По щекам слезы Ты меня не спросишь Но мне не надо слов Я один От этой суеты Совсем сошел с ума Молчи Нет причин Все возвращать назад Ведь это все в мечтах моих Время потеряно вновь Но я заряжаю любовь Снова повянным огонь Снова его зажигаю Снова вперед забегаю Страху лицо улыбаюсь Нету начала и края Даже тебя не касаясь Знаешь, что ты не такая Я заметил, что ты совсем другая Но ветер снова дует в лицо Совсем забыл про сон Завтра это не повторит Ну а на этом все Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить следующее видео И всем пока-пока